раз-два-три как слышно в принципе вижу что у меня шкала набегает значит должно быть слышно так друзья всех приветствую поставьте плюсики как меня слышно надеюсь что хорошо комнату тестировали проверяли сейчас у нас постепенно народ подтягивается да меня зовут пронин артем кто не знает сегодня у нас одна из самых по крайней мере моих любимых тем это построение команды посредством холодных звонков и если для вас эта тема актуальна и интересно поставьте пятерочки просто чтобы я понимал кому интересно построение команды именно с помощью холодных контактов потому что есть разные способы вот можно работать со своими знакомыми можно работать через социальные сети переписками можно проводить там личные какие-то встречи да и так далее сегодня я поделюсь с вами ну по сути чем тем чем пользуюсь сам в общем-то только тем что приносит реальный результат и на практике покажу как это действительно работает потому что теории сегодня просто предостаточно вот но все сегодня в действии мы с вами проверим вот и хочется чтобы вы получили от этого вебинара максимальную пользу вот то есть не как обычно бывает там где-то что-то на фоне слушаешь занимаешься своими делами скучно не интересно то есть надеюсь что вам будет интересно эта информация будет для вас полезна и вы что-то для себя сегодня почерпнете в общем то любой там интернет предприниматель который занимается построением партнерской команды построением партнерской сети он мечтает о том чтобы у него было как можно больше сеять вот для того чтобы получать ту самую пассивную прибыль и которую многие пишут и говорят но когда особенно это касается людей которые только начинают этим заниматься они идут как правило к своим знакомым вот и эти знакомые они говорят ну давай ты заработаешь а мы посмотрим мы посмотрим подумаем может быть мы когда-нибудь за тобой пойдем кому это знакомая ситуация то есть кто обращался к своим знакомым и они могут как бы в примерно в таком ключе ответили поставьте там я не знаю плюсики единички вот наверное долгое время мне не удавалось вообще поработать со своими знакомыми это ну наверное года два то есть это люди просто они за этим за всем наблюдали и в общем то особо не хотели идти есть исключение когда у человека есть определенное влияние у него есть хорошие связи и тогда он просто говорит что нужно там заняться вот этой темы или нужно там проинвестировать сюда и за ним идут люди вот это люди исключения я с такими людьми не раз встречался это очень здорово но 90 процентов людей которые придут заниматься построением партнерской сети к сожалению они не имеют какого-то огромного веса в обществе да у них нет огромного списка знакомых вот людей у которых есть какие-то серьезные накопления для того чтобы проинвестировать и так далее вот поэтому тема холодных звонков она будет актуальна именно для тех людей которым недостаточно то что они сегодня имеют то есть хотелось бы больше да но нарастить с помощью там команду с помощью своих контактов уже как-то проблематично сложно и так далее так вот давайте мы с вами поговорим о том с кем мы прежде всего хотели бы работать то есть кого бы мы хотели самыми с вами видеть своей команде то есть если мы обратимся там ну к людям на улице да скорее всего это будет ну не наша целевая аудитория может быть мы и попадем но лучше если мы будем точно знать кто нам нужен вот пожалуйста ваши варианты ответов вот с кем бы вы хотели работать ну категории людей типы людей то есть вот кто бы вам подошел пожалуйста напишите включитесь процесс отложите все свои дела там записывать это все не обязательно главное чтобы вы были вовлечены сегодня в нашу тему и активно ну как минимум писали в чате так я буду понимать что у меня с вами есть обратная связь вот с кем вы равно как бы с кем бы вам хотелось работать или с кем может быть вы уже работаете какие-то категории людей как выбираете что этот человек подойдет вам этот человек не подойдет вот пока вы пишете да я вот просто вспоминаю это возможно старая уже школа сетевого маркетинга но нас учили подходить ко всем там в магазине например ты покупаешь товар и ты так и не означает говоришь знаете такие как вы преуспевают в моем бизнесе или там преуспевают у меня в бизнесе оставьте ваш номер телефона там я вам перезвоню вот и ты становишься неким некой такой прорисовской то есть где бы ты не появлялся все уже знают что ты что-то будешь предлагать потом постепенно тебя уже перестают приглашать на дни рождения на праздники потому что знаешь что ты просто будешь как клипучка ко всем липнуть вот и поэтому если вам это тоже тема близка ну или когда-нибудь вы все равно с ней столкнетесь нужно понимать какая наша целевая аудитория для того чтобы не тыкать пальцем до в небо так знакомы ответственные категория среднего возраста и молодежь до 25 лет с теми кто желает большего вот в принципе если мы подвести такой ну некую конкретику дату мы можем сказать что это первая сетевики это самая такая горячая целевая аудитория почему потому что у этого люди уже с опытом общения люди с опытом построения структур они знают что говорите не знают как говорить ними сложно работать порой очень сложно но так или иначе предприниматели то есть потому что они уже что-то в своей жизни предпринимают на они владельцы какого-нибудь там магазинчик владельцы там торговой сети и так далее ну и конечно же просто адекватные люди которые готовы много работать зарабатывать и у которых есть какие-то глобальные цели и они что-то хотят в жизни поменять вот поставьте пожалуйста десяточку кто со мной согласен что вот это в принципе и есть вся наша целевая аудитория то есть все остальное какие-то но подробности это качество ну вот там возраст какой-нибудь там ответственный красивый ну кто там до всех разные параметры ну вот в целом то есть для того чтобы точно понимать вот с кем бы мне хотелось работать вот и знаете как предположим там шеф-повар до который занимается ну частично он занимается приготовлением пищи да или давайте даже возьмем повар то есть он занимается приготовлением там в ресторане но он не занимается этим ну везде где попало там не знаю в чужом кафе и так далее поэтому на мой взгляд этим стоит заниматься конкретно выделив на это ну как бы время до отдельное время то есть вот когда бы мы занимались какими-то делами мы вот планируем это время и так далее вот вся какая-то случайная работа ну случайность она в принципе к результатам не приводит всегда приводит к результатам какая-то систематичность наших действий и есть такое понятие очень хорошее это исходящий поток равен входящему то есть исходя из того сколько мы дадим информации о том чем мы занимаемся ну вот если мы возьмем так глобально это просто может быть бизнес до обычный какой-то линейный то есть наша задача рекламировать нашу компанию как можно больше там через клиентов делать всякие акции и так далее вот за нас компания много продумывает то есть она нам сделал личные кабинеты придумает всякие акции и так далее наша задача по сути ну делать такую некую рекламу и один из таких ключевых способов это общение да это донести информацию до человека вот но согласитесь что для того чтобы донести до человека информацию необязательно встречаться например вот кому знакома эта тема встреч то есть кафе ресторан час а то и бывает даже больше с одним человеком уходит времени а потом он говорит ну спасибо я подумаю то есть время потраченное впустую может быть нервы вот и потом уже не хочется заниматься то есть пропадает энергия пропадает желание и так далее вот вот поэтому сегодня за ну две может быть три минуты да вы узнаете как до человека информацию донести посредством телефонного звонка конкретно целевой аудитории и понять нужен он нам или нет и он тоже сможет быстро в принципе отреагировать и понять насколько будет ему интересна ваша информация вот дальше конечно же если вы не создаете свою базу тогда у вас ну ну просто ее не существует представьте опять же крупную компанию ну которая не ведет свою базу то есть вы все равно периодически получаете какие-то смс уведомления может быть вам что-то приходит на почту я не говорю про надоедливую рекламу типа спама и все в таком духе именно что-то полезное и нужное для вас то есть вы все равно из этого потока вы знаете а вот это вот я открою письмо и прочитаю когда вы удаляете письма у вас есть такие которые вы реально прочитываете вот в нашем случае база необходима для того чтобы понимать с кем мы уже работали с кем нет и просто ну все в голове согласитесь удержать невозможно раньше все это по крайней мере я ввел в блокнотах в одном потом переписываешь другой очень неудобно вот все это приходится таскать с собой поэтому я вам предлагаю такой вариант введение базы если вы уже ведете то ну переноса этой базы да если нет то тем более вам 300 процентов это необходимо будет сделать это интернет такой ресурс как таблица excel от сервиса google я сейчас ссылочку сброшу вы сможете на нее перейти если вы не знаете и за принципе какое-то короткое время вы сможете обучиться тому как этим всем пользоваться и вы сможете потом открывать эту базу без интернета на телефоне на планшете на компьютере где только вы захотите если вам это неудобно то есть ввести это все в интернете да тогда вы можете просто каким-то ну обычным способом просто в excel таблице на компьютере это может быть даже ну тупо блокнот главное чтобы вы это записывали вот это понятно надеюсь что да теперь переходим к одной из ну интересных до частей не самых но довольно таки потому что многие не знают просто где им взять эту целевую аудиторию то есть понятно кто эти люди но конкретно где их найти вот и мы с вами будем использовать социальную сеть вконтакте потому что здесь самые удобные фильтры касательно возраста кому интересно там пола города и самое главное это ответе подчеркнут как красненьким да на слайде я сейчас делаю демонстрацию экрана еще все это вам наглядно покажу эта работа вот для того чтобы перейти на вот эту вкладку вконтакте кого нет вконтакте ну я просто не знаю как вы занимаетесь бизнесом обязательно нужно там зарегистрироваться вот то есть в это вот в этой вкладке работа в этом поле нужно будет прописывать что-то что относится к нашей целевой аудитории это может быть просто какие-то слова типа там млм не знаю криптовалюта бизнес и так далее или какая-то конкретика касательно млм компаний я все-таки придерживаюсь того принципа чтобы прописывать млм компании и работать с людьми у которых есть опыт вот какие вы знаете такие более-менее современной компании то есть ну не которые там работают с продуктом ну или с продуктом работают ну вот они как-то современно в интернете двигаются пожалуйста напишите название то что вот вы напишите возможно мы сейчас это применим и пообщаемся с человеком то есть послушаем узнаем что он думает о криптовалюте и о нашей теме в целом просто ну название которое вы знаете конечно сегодня очень много компаний появляется каждый день но тем не менее все равно есть какие-то ну может быть вы даже работаете ну вот это самый как как бы такой простой и банальный пример там не знаю арифлей мэйван можно ли эти компании взять конечно можно по сути да то есть люди занимаются многие занимаются этим как хобби просто подрабатывают вот вот у меня есть множество примеров когда люди из таких компаний без опыта вообще ведения бизнеса в интернете без опыта работы с криптовалютами они становились лидерами и чаще всего быстрее чем те у кого есть опыт потому что у кого есть опыт он уже немножко замороченный и так далее вот плюс новичкам которые только начинают этим заниматься для них может быть психологически будет проще работать с людьми которые но тему немножко не знают может быть даже это и и так для всех да потому что когда мы натыкаемся на человека опытного который нам задает кучу вопросов нам но не очень получается комфортно вот так давайте я сейчас попробую сделать демонстрацию экрана надеюсь что все получится так давайте я запускаю демонстрацию так мне кажется что все видно вот та самая страничка до который есть на слайде и нас интересует именно вот эта боковая панелька если у вас страна не россия значит вы устанавливаете свою страну город в принципе менять не нужно то есть это не ну не так принципиально желательно работать по всей стране так будет гораздо больше людей вот возраст вы указываете тот который вам будет ну для вас комфортнее то есть для меня это люди среднего возраста там порой от 20 ну вот 25 может быть лет иногда я ставлю 30 вы ставите такой возраст который для вас будет комфортным до обычно я не ставлю то есть уже смотрю по ситуации семейное положение мы не меняем это не меняем и вот тот самый главный пункт это работа давайте мы сюда что-нибудь запишем то есть какую-нибудь компанию которая ну в общем то интересно и ну как-то вот они продвигаются в интернете может быть даже что-нибудь возьмем из того списка до который есть давайте возьмем джинс я кстати точно не знаю как пишется правильно ну вот даже напишу по-русски то есть порой люди у себя в профиле они пишут тоже с ошибками этот тоже можно учитывать при дальнейшем поиске потому что иногда некоторые люди когда начинают этим заниматься они говорят что вот людей мало сейчас я напишу просто по русски да вот вышло два человека возможно название которое вот здесь она тоже есть которая которая указывает большинство людей она будет каким-то другим джинс но вот сто девяносто восемь людей уже поинтереснее как лично я обычно поступаю вот эти вот первые люди поисковой выдачи они немножко ну как если мы перейдем так посмотрим да просто бегло сделаем анализ чтобы хотя бы понимать с кем мы будем иметь разговор 22 тысячи подписчиков да то есть скорее всего человек просто он может знать какую-то лишнюю информацию и вам будет с ним сложно поэтому я рекомендую вот так вот пролистать там несколько может десятков страничек и остановиться где-то вот там где будет поменьше подписчиков это касается не всех то есть у кого нет такого дискомфорта пожалуйста вы можете работать ну со всеми как бы без проблем что нас интересует это по сути номер телефона что мы делаем мы берем свой телефон и начинаем набирать номер меня иногда спрашивают что прям вот так вот так сразу ну да вот так сразу берем и звоним значит что мы будем говорить этот текст у вас будет это некий скелет вот видите так вот тоже бывает то есть есть номер вот но человек ну там недоступен занят или этот номер у него не работает и кстати вот здесь тоже можно иногда отслеживать то есть тут обычно дата появляется когда человек был последний раз сети если это да ты нет то видимо он давно уже не заходил вот в этом случае я могу просто взять и закрыть то есть так как у меня людей много я не заморачиваюсь по каждому человеку то есть я не цепляюсь нет такого что я бы хотел зацепиться за человека искать пожалуйста нет такого у меня сейчас как минимум сто девяносто восемь человек мы целевой аудитории так еще что нужно учитывать обязательно обязательно это часовые пояса вот тобольск я не знаю сколько там времени поэтому что я делаю я набираю здесь время тобольск чтобы понимать сколько времени у человека чтобы не позвонить ему ночью например да ну вот времени получается как у меня отлично я уже могу сказать с легкостью добрый вечер кстати таким образом вы можете работать хоть там 6 утра у некоторых даже еще раньше с дальним востоком потому что у них уже будет день так берем набираем так предположим человек трубку не взял то есть То есть страница активная, номер активен, человек трубку не берет. Они часто потом перезванивают, я обычно сбрасываю, перезваниваю им сам. Просто можно страницу для себя оставить открытой и перейти, ну, в общем-то, дальше. Людей очень много, времени очень мало. Практически у всех будет написан номер телефона. Если вы открываете вкладки, вы можете, кстати, со мной это параллельно делать, так будет гораздо эффективнее. Если вы открываете вкладки и у вас нет номеров телефона, вы просто можете взять и поменять компанию. Так, не взял, следующий по списку. Так, Северодвинск. Тоже что-то уже такое ближе, ближе к вечеру, да? То есть на всякий случай возьмем время Северодвинск. И проверим. Так, все в порядке. Название Северное, время Московское. Так, 952, 25, 86, 442. Алло, Наталья, добрый день. Добрый день. Удобно говорить вам? Нет, не очень. А, не очень. Хорошо, я тогда попозже вам перезвоню. То есть как только мне человек говорит, что ему неудобно говорить, я с ним диалог не продолжаю. Потому что смысла никакого нет. Разговор получится такой скомканный и не очень качественный. Поэтому человек сказал неудобно, я говорю, окей, я перезвоню. И где-нибудь там через час-два, иной раз как неудобно, я перезваниваю. Так, сейчас побольше вкладок открою. Так, тоже вот здесь нет даты. 2016 год. Поэтому сюда звонить я не буду. Так, 24 ноября. Тоже достаточно давно человек не появлялся. Вот, иногда на самом деле, ну, это как бы не причина, да. Но так как людей много, вы уже можете выбирать. Тоже вот, да. Здесь нет информации. Просто для вас сейчас главное понять этот принцип. То есть принцип того, как это устроено. И дальше это уже использовать. Так, заходил сегодня и номер телефона. Пока, если у вас какие-то вопросы там появляются, вы можете в чате писать. Я сейчас сделаю звонок один. Любой, успешный, неуспешный. И к чату вернусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Да. Алло, Игорь, добрый день. Добрый. Удобно говорить вам? Ну как, не очень. Не очень, да? Попозже лучше перезвонить. Ну да, а я... Хорошо, я вам перезвоню лучше попозже. Так. Пускай у людей остается интрига, кто это, когда они спрашивают, а это кто? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще видите, время такое, то есть оно достаточно активное. У людей, которые реально занимаются бизнесом на всю мощь. Вот, касательно того, чтобы смотреть по фотографии человека, его оценивать, это порой не работает вообще никак. Потому что тот, кто там не очень, вроде бы, хорошо выглядит, он делает очень интересные вещи. И наоборот, тот, кто вроде бы там фотографии с путешествиями, со всем остальным, он, ну, бывает ленивый, да? То есть, бывает, ему не хочется работать. Так что, такая вот оценка, она не всегда правильная. То есть, нужно работать со всеми, но, опять же, с теми, с кем вам, ну, хотя бы как-то визуально, да, приятно. Так, стоп. Стоп, 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 стоп. Сейчас я время проверю, потому что, мне кажется, что времени много. Так, в принципе, полдесятого. Ну, на самом деле, не так уж и много. До 10 часов можно смело этим заниматься. Поэтому звоним. Да, я слушаю. Алло, Галина, добрый вечер. Добрый вечер. Удобно говорить вам? Да, сейчас, пока уроку. Ага, хорошо. Меня Артем зовут. Дело в том, что я вас увидел в социальной сети ВКонтакте. Вот, на вашей страничке посмотрел, так понял, что вы интернет-бизнесом занимаетесь, да? Ну, я сейчас как бы остановилась там, где надо проплачивать, и платформу проплачивать. Ну, это вот GNS, да, компания, я так понимаю? Ну, это сетевая компания. Ну, компания GNS называется? Да. Угу, понял, знаю, знаю, знаком. Галина, я, собственно говоря, что звоню. Вы интересовались криптовалютой? Ой, даже не задавайте мне вопрос. Я все золото сдала, муж начинал ей заниматься, и вообще мы из-за этого стели в полную яму. Из-за криптовалюты? Даже, где-то он туда, я не знаю, какой-то о компании, он зашел, где-то полторы или две тысячи долларов, и сейчас мы сидим, даже кредиты нечем оплатить. Я вас понял, Галина, смотрите, ну, возможно, вы уже слышали о том, сколько стоит биткоин, это более миллиона рублей, и просто есть такая интересная информация, вдруг она вас заинтересует. То есть это относится... Я вам говорю, что не заинтересует, потому что у меня даже на хлеб денег сегодня нету. Я даже золото мужу сдала, чтобы он попробовал этим заняться, и его опять кинули, его уже в пятый или в шестой раз, поэтому я вообще на эту тему даже разговариваю. Ну, то есть вы попыток больше никаких не предпринимаете? Нет. Нет. Я просто говорю, не тратите свое трансляное время, я не рассматриваю. Окей, окей, Галина, было приятно с вами пообщаться, познакомиться. Всего хорошего. Да, до свидания. Так, давайте перейдем к вопросам, если они есть. Вопросов нет, да? Можно, то есть когда попадается такая, ну, как бы ситуация, что там трубки постоянно не берут, да, просто компанию поменять. На самом деле, когда занимаешься этим постоянно, и у тебя уже появляются какие-то наработки. То есть, вот, предположим, я сделал там несколько звонков, люди не взяли трубки, но они потом перезвонят. Либо же я могу им сам написать в том же контакте человеку о том, что я ему звонил, хотел с ним пообщаться, и уже будет дальше выстраивать диалог проще. Вы знаете, вот подробности того, выяснять, что там у человека случилось там и так далее, ну, у меня лично нет желания. Если у вас будет, вы можете попробовать. Дело в том, что я спросил, то есть я задал конкретный вопрос, то есть вы какие-то попытки предпринимаете? Нет, не предпринимаем. И понимаете, человек даже не знает, какое у меня предложение, да? Вот был ли смысл мне что-либо вообще говорить? Если человек не рассматривает, ну, он не будет рассматривать в принципе ничего. Где там человек погорел, может быть, хоть где. Понимаете, человек может сказать, что он погорел, он взял продукты, например, да? Он вот так для себя решил, я сейчас заработаю, там возьму какие-нибудь продукты, там, бады, вот, и на этом заработаю. Купил и продать не смог. Все, вот он считает, что он погорел. Так что здесь ситуация, она такая. Либо человек хочет выбраться из того положения, где он находится, либо нет. И людям всегда нужно давать какой-то шанс, но именно через правильные вопросы, да? То есть задавать им вопросы. Если у них есть желание, то с ними работать. Если у них желания такового нет, то просто, ну, все. Значит, наши пути, они расходятся. Вот. Давайте дальше. Еще сделал несколько звонков. Вот. Постараюсь сделать все-таки успешным. Вот. Самое, что интересно, если человек информацию вашу не принимает, он даже не знает вообще, кто вы. Он не видит вас. Он, ну, вот, по сути, ничего не знает. Да. Алло, Наталья, добрый вечер. Да, здравствуйте. Удобно говорить вам? Что? Вам удобно говорить? Говорите. Хорошо, меня Артем зовут. Дело в том, что я вас нашел в социальной сети ВКонтакте, на вашей страничке посмотрел, так понял, что вы интернет-бизнесом занимаетесь. Занимаетесь еще? Ну, занимаюсь. Занимаетесь, это вот ЖНС, я так понял, да? Да. А, как у вас успехи в этом направлении? Ну, нормально. Хорошие, да? Все получается. Ну, да. Понял, здорово. Наталья, я, собственно говоря, что звоню? Вопрос такой, вы криптовалютой интересовались? Нет. Интересовались? Я не хочу этим заниматься. Нет, так я вам и не предлагаю этим заниматься, просто мне интересно, вот, ну, слышали ли вы что-нибудь об этом? Я, конечно, слышала, я же работаю в этом. Ну, периодически где-то встречаются. Ну, мне каждый день приходят предложения. Понял. Каждый день. Ну, просто вот смотрите, к слову, да, там, биткоин стоит миллион рублей, вот, и есть такая интересная информация о криптовалюте, которая стоит гораздо дешевле. Вот, и, возможно, в будущем вы можете как-то с этим пересечься, потому что это является еще и платежным средством. Я бы вам мог отправить информацию, вот, вы посмотрели, свое мнение бы, может быть, сказали бы, да, и вдруг вас это заинтересует. Вконтакте, я прямо могу вам личное сообщение отправить, а вы там уже дальше для себя решите. Ну, отправьте, конечно, ради бога. Вот. Ну, я вам говорю, что я каждый день получаю. А вы как получаете каждый день? Ко мне в скайп заходят. А, в скайпе. Ну, так что, посылайте, посмотрю. Угу. Все, хорошо. Я вам примерно в такое же время завтра перезвоню, просто скажете, интересно или нет. Вот. А если вдруг раньше посмотрите, чем я вас наберу, тогда напишите мне в ВКонтакте, хорошо? Хорошо. Вот. Было приятно с вами пообщаться. Угу. Всего хорошего. До свидания. Так, по таймингу, да. Немножко, как бы, все-таки пришлось, ну, так, поговорить, подискуссировать. Две минуты тридцать секунд. В принципе, в среднем, примерно так и получается. Когда вам кажется, то, что человек вообще не заинтересован там, или ему что-то посылают. Вот. И здесь самый главный принцип – это доставить до человека информацию. Потому что мне тоже много чего присылают. Много чего, поверьте. И я уверен, что вам тоже. Но почему-то мы реагируем, да, на какие-то предложения, еще потому, что нам эти предложения делает какой-то конкретный человек. То есть, бывает такое, да, что вот именно позвонил определенный человек, или там написал, и мы реагируем именно на него. Поэтому здесь это тоже срабатывает. Поэтому не нужно тоже, ну, какие-то делать ставки, там этот заинтересованный, нет. Самое главное – доставить человеку. И, соответственно, чем больше у нас будет вот таких доставок, да, информации, тем больше у нас уже будет заинтересованных людей. То есть, кто-то будет меньше заинтересован, кто-то больше. Вот, и так далее. Кому вот то, что сейчас практически я показал, было понятно. Давайте поставим, я не знаю, плюсики. И поставьте нолик, кому, ну, некомфортно, например, вот будет взять так, или страшно. У кого есть вот, ну, такое ощущение, ну, вот, ну, что я буду вот, серьезный такой человек. Там, у меня завод, например, да, я вот буду звонить. Ну, какой ролик. Вот смотрите. Так, как нам с вами поступить? Давайте я сейчас сделаю еще раз демонстрацию. Демонстрацию. И покажу вам вот такой файлик. Здесь есть текст. То есть, вы его сфотографируете на свой телефон, либо сделаете скриншот с компьютера. Это будет, ну, опять же, как я и говорил, шаблон-скелет. Исходя из того, какой человек опыт, да, вообще нет. То есть, мне человек говорит, я вообще с криптовалютой, мне только присылают, я вообще в этом не разбираюсь. Естественно, если я ему скажу, что вы сможете получать 500% в год, ему это будет вообще неинтересно. Но некие ключевые показатели, биткоин миллион стоит, миллион рублей. Вот. То есть, это просто, ну, заставляет немножко, хоть чуть-чуть задуматься. Хоть чуть-чуть. Вот. Поэтому, если человек совсем не разбирается со временем, если вы этим реально будете заниматься, у вас будет, ну, как бы, уже понимание с кем и как говорить. Вот. Вот. Это примерный текст, просто чтобы, ну, просто чтобы вы понимали ориентир. Вот. К чему это конкретно может привести, чтобы вы понимали, то есть, какой, как бы, из этого выход, да, часто спрашивают. Вот. Смотрите, просто для сравнения. Затраты времени и конкретный результат. Час общаемся в кафе. Вот. Или час общаемся в скайпе. Почему я не люблю скайп? Особенно при первом знакомстве, потому что он жирает кучу времени. Мы час говорим, бла-бла, о погоде, о том, о сём, надо познакомиться и так далее. Скайп, он как-то очень сильно расслабляет. Когда мы звоним по телефону, во-первых, у человека понимание, так, мне позвонили. Иногда некоторые спрашивают, о, вы там вообще, где взяли мой номер телефона? Или откуда вы позвонили? Когда ты говоришь свой город, и этот город не совпадает с тем, где живёт человек, у него вопрос. Как вы звоните там, что у вас, вот вы тратите деньги. Бывают некоторые, вот прям, проговаривают, да, это. Вот. Поэтому телефон – это очень классный инструмент для тех, ну, кто, может, уже про него забыл, да. Вот. Он реально работает. Теперь смотрите, как так взять, вот просто свободно позвонить в другой город. Всё очень просто. Надо пойти в оператор, там, МТС, Билайн, Теледва, Мегафон или любой другой, и попросить безлимитку по всей стране. Вот. Сейчас такие тарифы стоят очень дёшево. Там, в районе, не знаю, 500 рублей можно взять такую сим-карту, и у вас будет там лимит минут, там, например, тысяча на один месяц. Это будет вполне достаточно для начала, для того, чтобы звонить, не напрягаясь, расслабленно, там, и так далее. И вот здесь есть реальная ценность времени. Две минуты – человек быстро реагирует. Да, нет. Он реагирует не только на предложение, он реагирует и на вас в том числе. Он же всё равно, это доля секунды, да, вы, возможно, это знаете, эту психологию, что доля секунды человеку нужна для того, чтобы принять решение. Вот, так, сейчас, если вы сделали скриншот, вот дальше. То есть, примерно вот такое краткое письмо я человеку присылаю. Вот эта ссылка, она ведёт на видеопрезентацию. Вы можете выбрать любую видеопрезентацию, вот, компании BeFargo, которая будет для вас, ну, которая вас, вот, например, впечатляет, да, или пообщаться со своим спонсором. Он вам, я уверен, подскажет. Вот, также вы можете составить список тех компаний, с которыми бы вы хотели работать, вот, или список, ну, направлений предпринимателей, там, MLM-предпринимателей, интернет-предпринимателей и так далее. Вот. Вот, в итоге мы экономим кучу времени, то есть, представьте, да, что за один час тот человек, который общается в скайпе, он пообщается только с одним человеком. По этой технологии вы за один час сможете сделать 20 новых контактов. Да, даже пускай 10, это получится в 10 раз больше. То есть, больший охват, он всегда даёт больше результат. Вот, и я могу сказать, что за, вот, ну, в принципе, достаточно короткое время, я не помню точные сроки, когда, вот, появилось тысяча, да, человек в команде, но очень быстро, буквально там за пару месяцев уже было тысяча человек в команде, причём буквально от пяти. То есть, приходят такие ключевые люди, вот, потому что, ну, как бы по телефону, да, и когда человек получает информацию от вас, там, в социальной сети, он всё равно смотрит, он принимает решение, там, и так далее. Вот. Мне нравится людей не переубеждать в чём-то. Ну, давай, ну, пожалуйста, ну, возьми. Вот. А сделать так, чтобы он это решение принимал сам, не на эмоциях, потому что, если человек зашёл на эмоциях, он может на этих эмоциях выйти. То есть, любая трудность, он спотыкается, всё, он уже бросает, он этим не занимается. Вот. Всё, я надеюсь, что все вот заскринили, сфотографировали, я тогда демонстрацию отключаю. Вот, давайте ещё раз по вопросам, которые у вас могли возникнуть. То есть, что понятно, что непонятно. Нужно ли ещё сделать, ну, там, не знаю, один звонок. Ещё есть такой ресурс, где вы можете находить контакты AllMLM, MLM-база там и, ну, другие. Их на самом деле очень много, этих ресурсов, да. И самое главное, там огромное количество людей. Вот. Ну, я всё-таки предпочитаю именно ВКонтакте, потому что, опять же, вот, ваша страница, вы, там, ну, можно что-то, там, хотя бы минимум о вас посмотреть. Так, окей, давайте я ещё раз сделаю ещё один звоночек. И, предположим, если раньше мне нужно было работать со своими знакомыми, то теперь мне этого делать не нужно, потому что все знакомые работают со мной. Потому что, когда получается результат на холодном рынке, к тебе знакомые начинают, ну, как это, принцип матрёшки, да. То есть, ты, как бы, их оттолкнул уже, да и ладно. А они к тебе, наоборот. То есть, им становится интересно. То есть, потому что они видят эти изменения. У тебя что-то происходит. И что ты растёшь личностно, финансово. Вот. И потом они уже будут за вами бегать. И это, ну, реально классное ощущение, когда ты понимаешь, что ты просто занимаешься своим делом. И, в общем-то, люди нужные сами к вам притягиваются, находят вас. Аппарат вызываемого абонента выключен. Так, аппарат выключен. Так, я всё по тем же, то есть, по тому же списку, да, я от него не отхожу. Вот, касательно компаний, тоже можно менять, ну, люди, они везде люди. Так что, прям, такого чего-то кардинального, сильно кардинального, ну, не меняется. Единственное, что, предположим, на том, как бы, этапе, который есть лично у меня, я люблю работать с людьми, которые уже, ну, разбираются в криптовалюте. То есть, мне есть, что им сказать, есть, что показать и есть, с чем поделиться. Вот. Но изначально лучше работать именно с теми, кто, ну, как-то ещё поверхностно, да, что ли, изучает. И постепенно, со временем, если нет большого опыта, переходить уже на людей, которые занимаются конкретно темой. Алло, Нина, добрый день. Кто? Это Нина? Нет, ошиблись, но нет. Да, извините. Так. Странно. Такого тоже бывает. Можно, конечно, готовиться, там, с вечера, то есть, ну, набивать изначально, да, эту базу и вот брать временные какие-то промежутки, то есть, вот, в принципе, днём, ну, там, с утра, не знаю, часов в одиннадцать, вполне такие, многие люди на связи. Ну, вот, если человек трубку, опять же, не взял, ну, или у него нет номера телефона, вы уже зашли на страницу, можете взять у него скайп, на крайний случай. Просто имейте какой-то, вот, ну, тайминг, да, это ограничение. Алло. Алло, Ая. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Удобно говорить вам? Да. Меня Артём зовут. Вот, я вас нашёл в социальной сети ВКонтакте, на вашей страничке посмотрел, так понял, что вы интернет-бизнесом занимаетесь, да? Это, это, Джанес, да, компания? Да, да. Ага. Хотел поинтересоваться, как у вас там успехи? Я только начинаю, ещё не могу похвастаться. А, только начинать. Ну, наверное, уже это не первая у вас компания, то есть, раньше тоже чем-то занимались? Я просто интересовалась. А, интересовались. Понял, понял. Я, собственно говоря, что позвонила я? А, вы интересовались криптовалютой? Такой вот вопрос. Да, но меня это не впечатлило. Не впечатлило. Я понял вас. Ну, как-то где-то кто-то там сообщение, может, да, какие-то получали. То есть, ну, окей. А вы знаете, что биткоин сейчас стоит 1 миллион рублей? Ну, меня это не интересует. Я не собираюсь этим всё равно понимать. Нет, так я вам не предлагаю этим заниматься. Просто есть информация, которую вы можете, ну, как бы, рассмотреть, иметь к сведению, да, и, возможно, она вас в будущем заинтересует. Тем более то, что эта информация является платёжным, как бы, ресурсом. То есть, вы можете просто столкнуться с этим. Вот. Я бы вам мог отправить это ВКонтакте. То есть, я вот сейчас, да, на вашей страничке. Вы заодно поймёте вообще, кто вам звонил. Вот. И просто своё мнение скажете, интересно вам это или нет. Ну, отправляйте. Угу. Вот. Тогда я вам сейчас всё напишу. А я, а завтра, ну, примерно в такое же время, я вам перезвоню. Если вдруг вы посмотрите раньше, вы мне просто напишите ВКонтакте. Хорошо? Ага. Вот. Ну, всё. Тогда было приятно с вами пообщаться, познакомиться. До свидания. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Так, ну, вот, в принципе, примерно вот так. Примерно вот так. Когда провожу вебинары, люди часто хотят, чтобы мне попадались какие-то, какие-то жёсткие стирики, но почему-то такого не происходит. Либо они трубки не берут, не знаю, может бояться, вот, но так получается, вот, ну, либо какие-то такие уже люди, которые отдалились от темы, вот. Потому что это, знаете, как, это специально так не надумаешь, то есть никогда не знаешь, какая будет реакция у человека. Поэтому здесь самый главный принцип этим заниматься и просто для себя понять, что давайте я вам расскажу, да, вот, у нас уже прошло, там, 10 минут, вот. Вот, надеюсь, что вы там не заскучали, да, это время, вам было интересно. И просто вот я с вами поделюсь тем, как я вот лично дошёл до этого и почему для меня это стало очень интересным, интересным, ну, как бы направлением, да, вот, вот в этой деятельности. Дело в том, что у меня такой был период, и я ходил, работал, знаете, так, по квартирам, занимался страхованием. Это не государственные пенсионные фонды, это было достаточно давно, вот, и приходилось очень много ходить с утра до вечера, там, с 9, я не знаю, до 10, вот. И нужно было заходить в квартиры, там это всё объяснять, выполнять договор, это куча времени, куча вопросов и так далее, вот. И когда я это сравнил с тем, что мне больше не нужно ходить куда-то, ну, не в прямом смысле, конечно, я могу и где-то в кафе работать, и в ресторане, и дома, то есть где мне удобно, вот, и то, что я могу, ну, как бы за минуту до человека донести свою информацию, своего предложения, то есть меня это очень сильно, ну, как бы заинтересовало, при том, что мне нужны были результаты быстро, вот. Здесь это реально можно получить, если быть немножко настойчивым и выдержать именно систематическую работу. Не попробовать, как обычно, да, там и бросить, а именно постоянно этим заниматься, даже, может быть, в небольшом количестве, вот. И поэтому просто, как бы, моя рекомендация для вас, это тоже попробовать, вот. Если вдруг по какой-то причине есть страх вот этих звонков, да, то, что вот там, что-то человек там скажет, что он подумает, вот. Вот, в этом случае вы можете по такой, ну, как бы технологии сработать, это просто взять и отказать человеку. Ну, вот, казалось бы, да, вот сейчас, вот девушка, например, она говорит, ну, ладно, скидывайте, а я ей такое говорю, а вы знаете, а я передумал. А я передумал, я вам сбрасывать не буду, извините, пожалуйста, вот, ну, до свидания. Вот, и таких можно сделать звонков штук пять. Когда вы поймете, что это уже, ну, ну, такой некий абсурд, что людям это интересно, да, а вы берете и им отказываете. И тогда, ну, появляется какая-то уверенность в том плане, что, оказывается, ну, люди, 90% это адекватные люди, которые вполне-таки позитивно реагируют на предложение. Вот, тем более на ваше, потому что вы занимаетесь классным направлением, потому что вы реально хотите получить результаты и за вами можно идти. Вот, это человек тоже считает и ему будет интересно общаться с вами. Многие на самом деле, они вот именно по такому, как бы, принципу руководствуются для того, чтобы рассматривать информацию, там, идти за человеком и так далее. Вот, поэтому техника слить первых трех-пять партнеров, клиентов, она работает реально, очень хорошо. Вы можете это попробовать, если у вас вдруг будут какие-то психологические препятствия. Очень кратко, да, три основные фактора. Это статистика, то есть, все это нужно вести, подсчитывать, вести таблицу обязательно. И, конечно, вот эта вот воронка, да, продаж, она всегда присутствует. Сначала мы находим, потом мы делаем звонки. Кто-то взял, кто-то не взял трубку. В итоге из 100 только мы сделали 30 эффективных звонков. То есть, мы дозвонились, 20 из них нам сказали, да, окей, давай мы посмотрим. И один зарегистрировался. Ну, понимаете, это как вот в песке найти эту песчинку золота. То есть, порой эта песчинка золота, она оказывает ключевую роль вообще на всю вашу жизнь. То есть, этот человек может быть каким-то очень влиятельным. Он может быть очень классным там предпринимателем и так далее. Поэтому статистика, эта вещь очень, ну, такая, постоянство. То есть, делать это не время от времени, а реально постоянно. Потому что, ну, только так можно стать профессионалом и с легкостью в любое время, там, пообщаться с человеком, там, набрать без всяких стеснений и так далее. Вот, новые ежедневные контакты. Вот, ну, это то, что, в принципе, я бы рекомендовал. И у вас за такую вот неделю, да, получится 90 новых контактов, 90, да, это вот 20, 10, 20, 10, вот так вот. То есть, ну, мы чередуем воскресенье-выходной, 90 новых контактов. Если у вас получается больше, и вам легко, и вам нравится, вы можете хоть 100 делать в день. И это тоже реально. Это реально. Потому что я, когда мне нужно было, я так делал. То есть, это возможно осилить. Вот. И, конечно, доработка. То есть, после того, когда, смотрите, вы позвонили, вы скинули информацию у человека, вопросы. А что и как? И вот в этом уже случае вы заинтересованного человека переводите на спонсора, на скайп. То есть, вы у человека берете скайп и говорите, слушайте, у вас хорошие, классные вопросы. Вот. Но я вас хочу познакомить еще с одним человеком. Он в этой теме прям, прям бомба. Он преуспел, у него есть огромные результаты. Давайте мы с вами выйдем, по скайпу пообщаемся и все наглядно покажем. Вот. И все. И здесь уже работа спонсора. То есть, трехсторонний любимый звонок. Вот. Это и называется доработка. То есть, не просто позвонили, сбросили и все. А именно делать повторный звонок и выводить на скайп. Это вот такая как бы, ну, задача. Вот эта формула, возможно, вы ее знаете. Она показывает, вот, то, что когда мы делаем всего лишь на один больше. Когда мы делаем, ну, чуть-чуть больше, чем остальные, мы получаем очень много. И наоборот, да, когда мы не доделываем, то есть, когда мы наметили план сделать 10, делаем 9, делаем 8. Вот. Мы не получаем ничего. Потому что именно этот один, он мог стать ключевым. Вот. То есть, можете тоже там, не знаю, сфотографировать. И просто для себя вот это правило. Ну, вот лично для меня это по жизни работает, да. Не только вот в звонках, но там, не знаю, в тренажерном зале на подходах, в каких-то других жизненных ситуациях. То есть, ты это реально вспоминаешь, эту формулу, вот. Еще такая, да, мини-история. То есть, одного, там, тяжелого атлета спросили, вот, вы на тренировке поднимаете штангу 10 раз. Какой для вас самый важный? И он сказал 11. Его переспросили, вы сколько раз поднимаете штангу? Он сказал 10. А какой для вас самый важный? 11. Потому что именно в этот момент мне все хочется бросить. Мне не хочется этим заниматься. У меня все отваливается. Но я знаю, что это самый эффективный раз, который я просто обязан сделать. Вот, поэтому, если вы для себя наметили там 10 эффективных звонков, то нужно сделать, ну, по этой формуле, как минимум 11. Рекомендация для того, чтобы еще убрать вот эти психологические барьеры, посмотреть то, к чему может это привести. Просто вот эти звонки. Вы можете посмотреть фильм «Волкс Уолл Стрит», бойлерную. Вот, потому что посредством таких звонков строились многомиллиардные даже империи. Вот, Джордан Белфорд, в принципе, далеко ходить не нужно. По-моему, в 15-м году приезжал, там с ним личная встреча. По-моему, 5 миллионов нужно заплатить человека, чтобы один час с ним пообщаться. Представляете, то есть, до какого уровня можно вырасти. Писать план-факт обязательно, то есть, сколько было запланировано, сколько было сделано. Ежедневно создавать 10-20 положительных попыток. То есть, именно эти попытки, они будут перерастать уже в фактический результат. Вот, обязательно быть на позитиве. И это не всегда получается прям вот с первого раза, особенно если человек попался, там, ну, не очень какой-то вялый, там, вот. Но в целом, делая раз за разом, вы просто увидите конкретно, что вот они, люди, вот они берут информацию. Настроение как минимум должно улучшиться, и вы должны понимать, что вот я уже реально что-то делаю, что меня приводит к результатам. Вот, поэтому, друзья, я вам желаю большой команды лидеров. Не бойтесь пробовать, не бойтесь, там, экспериментировать. Используйте все способы по максимуму. Живите, там, той жизнью, которой вы хотите жить, да. Исполняйте, конечно же, те планы, которые у вас есть. Все у вас будет хорошо. С вами был Пронин Артем. Услышимся, увидимся на следующих вебинарах. Все, всем спасибо. Всего хорошего. До свидания.